МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас третий день по вечерам воняет. Даже не знаю, куда позвонить. Боюсь, все животные потравятся. Принято решение провести заседание КЧС 23 октября. Также приглашаем мы на это заседание для рассмотрения этого вопроса представители Афибского НПЗ, прокуратуры, членов КЧС о дальнейшей выработке какого-то решения по вот этой проблеме. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на анализ в поселке Афибский. Результат – повышенное содержание сероводорода и бензина. Афибчане связывают это с работой нефтеперерабатывающего завода. Афибский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск нового вида продукции – газово-технической серы. Как считают пользователи социальных сетей, именно это стало причиной неприятного запаха. Минувшие выходные его ощущали многие жители Северского района. Об этом также сообщает информационное агентство РБК. По имеющимся данным, в текущем году на заводе планируется получить 1,4 тысяч тонн серы. Производственные мощности растут, завод расширяется. Но подробно разъяснить ситуацию некому. Руслан Лов, Андрей Котовский, Владимир Галузский, Павел Афисатиди, телерадиокомпания «Атаман». 23 октября Русская Православная Церковь вспоминает великого подвижника Русской Церкви, преподобного Амросия Оптинского, одного из самых известных старцев Оптинской пустыни, расположенных вблизи древнего города Козельска в Калужской области, а вместе с ним и других подвижников. История Оптинских старцев начинается в начале XIX века с преподобного иеросхимонаха Льва Наголкина, который был учеником Паисия Величковского. Начал, возродил именно традицию старчества, вот этого духовного монастанщица в Оптиной пустыне. То есть до этого мало кому известном монастыре, который буквально через несколько десятилетий стал известным и значимым для всей России. История монастыря отражена в русской культуре и особенно в русской литературе. Такие писатели, как Николай Гоголь и Федор Достоевский, были частыми гостями Оптинской пустыни. Значение старцев в Русской Православной Церкви трудно переоценить. Старец – это помощник, учитель и наставник. Старец – это не тот, кто сам себя назвал старцем. Старец – это прежде всего тот, которого, во-первых, избрала братья, а в первую очередь тот, кто сам прожил и стяжал дары благодатного Духа, кто прожил большую часть своей жизни в монастыре, который опытен и в монастырской жизни, и в духовных подвигах, подвиг которого известен и слова которого полезны. Мы говорим о том, что старцы, они имеют определенные дары Святого Духа, но не абы какие, а самое главное – это мудрость и рассудительность. Монахи – люди непубличные. В отличие от священников, о них мало кто знает. В миру никто себя старцем назначить не может. Старец – это исключительно монашеская традиция, исключительно внутренняя монашеская жизнь. И то, что к оптинским старцам стекалось огромное количество людей мирских, людей внешних, то есть это уже, наверное, больше исключение, больше свидетельствия от того, что та Божия, которая пребывала на них, как бы вытекала за пределы, за стены монастыря, за стены обители, потому что люди в этом нуждались. Труды, письма, наставления и книги, оставленные оптинскими старцами, и по сей день помогают верующим найти ответы на многие вопросы. Всего лишь несколько десятилетий отделяет нас от последних из монахов оптинной пустыни, поэтому и их труды, и их письма, и их наставления особенно актуальны в нашей теперешней жизни, которая не менее сложна, чем жизнь в 100 и 200 лет назад. И вопросы, которые сейчас у нас возникают, вопросы нашей духовной жизни, вопросы в нашем общении друг с другом, конечно же, точно так же актуальны для нас сейчас и в их мудрости. Мы можем найти очень много ответов, которые приводят нас к тишине, к покою, к миру в нашей душе, к любви друг к другу, в том, что и является целью нашей современной человеческой жизни. В Афибском спорткомплексе прошел зональный этап соревнования «Спорт против наркотиков». В борьбу за первые места вступили атлеты из Новороссийска, Геленджика, Абинского, Крымского и Северского районов. Разрешите от имени главы муниципального образования Северский район Адам Сухмидович Жарима поприветствовать всех на гостеприимной земле Северского района. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, добра, благополучия. А сегодня на соревнованиях, чтобы вы получили хорошее настроение, честное судейство, прошли соревнования без травм, и, конечно, пусть победит сильнейший. В соревнования входили такие дисциплины, как дартс, прыжки, скакалка и комбинированные эстафеты. По результатам состязаний первые места заняли спортсмены из города Абинска. Они выступят в финальном этапе. Спортсмены Северского района заняли второе место. Французский Лувр собрал более 160 картин, скульптур, писем и рисунков эпохи Ренессанса. Всё это он представил на выставке, посвящённой 500-летней годовщине смерти Леонардо да Винчи. Великий итальянский мастер покинул родину после смерти своего покровителя. Свои последние годы он провёл в качестве гостя у французского монарха. Умер в мае 1519 года. «Лувр в 2019 году должен был что-то сделать, потому что Леонардо да Винчи решил приехать во Францию в 1516 году. И именно во Франции он 500 лет назад умер. Благодаря этому нам очень повезло, поскольку у нас есть пять картин Леонардо да Винчи». Выставка включает 10 картин, которые сегодня приписывают да Винчи. Среди них «Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом», «Иоанн Креститель» и другие. «Например, у нас есть прекрасная картина «Мадонна с цветком» из Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Впервые к нам прибыла из Ватикана незаконченная картина Леонардо да Винчи «Святой иероним». «У нас также есть его самые прекрасные рисунки. Во-первых, витрувианский человек, которого привезли из Венеции. Также есть ещё один прекрасный рисунок. Возможно, самый прекрасный у Леонардо – голова женщины. Его привезли из Турино в Италии». Выставка вызвала недовольство некоторых итальянских политиков, которые сказали, что да Винчи был итальянцем, а не французом. Однако организаторы экспозиции считают его международным гением. «Без сомнения, Леонардо да Винчи – это итальянский гений. Он научился всему в Италии. В Италии – эпохи Ренессанса. Он не француз. Во Франции он провёл только свои последние годы. Вот почему у нас есть большинство его картин. Но Леонардо да Винчи, начиная как итальянец, стал универсальным гением. Его работы, его картины и рисунки поразили весь мир». На выставке также представили работы и других мастеров эпохи Ренессанса, которые творили одновременно с да Винчи. «Без сомнения, Леонардо да Винчи. Я всегда интересовала, но казалась такой далёкой. Я получал письма о ней, но всё равно не знал, как влиять на неё. Теперь у меня есть личный кабинет, и я её контролирую». «Проверяйте, как формируется ваша будущая пенсия через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Узнайте, платит ли работодатель за вас страховые взносы и сколько у вас пенсионных коэффициентов. «Контролируйте вашу будущую пенсию». Пенсионный фонд России Откуда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте своё будущее! Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон